Я очень много книг прочитала в школьные годы, в войне, то есть это и блокада Чайковского, там танки идут, ромбы, много-много-много, можно перечислять и победа в то время, даже когда только вышел роман. Поэтому прониклась в школьные годы этой тематикой и всегда удивлялась героизмом советского народа, то есть какое количество людей погибло за то, что над нами существовало вот это мирное небо. И практически, наверное, нет ни одной семьи, которая бы не коснулась этой проблемы, этой беда. В нашей семье, прямо с самых первых дней войны, был мобилизован мой дед, это отец моей мамы, Котельников Николай, который был мобилизован из города Комсомольск-Наамури. Прошел практически всю войну, принимал участие в освобождении Крымского полуострова и буквально перед окончанием войны, в апреле 1945-го, был ранен, попал в госпиталь, поэтому победу он уже отмечал в госпитале. Имеет награды, если посмотреть крупным планом фотографии, то есть был награжден медалями, медаль 50 лет вооруженных сил СССР, то есть я расшифровала, медаль за боевые заслуги, медаль за отвагу, медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне и юбилейная медаль 20 лет победы в Великой Отечественной войне. Этот год юбилейный, он особенный, поэтому нами была проведена огромная работа и по тем ветеранам, которые у нас есть в городе Челябинске, мы очень надеялись, что 9 мая многие ветераны смогут принять участие и в параде, и смогут присутствовать на митингах, которые бы проходили в районах. К сожалению, жизнь распорядилась несколько иначе, поэтому мы с большим удовольствием поздравляем с праздником, уважаемых ветеранов, желаем им верного неба, счастья, самое главное здоровья и долгих лет жизни. Огромное спасибо вам за победу!